МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Поговорим сегодня об истории мороженого в России. И хотя особых проблем с тем, чтобы заморозить что-либо или кого-либо в нашем Отечестве никогда не было, пристрастие к замороженому десерту после обеда впервые распространилось при дворе Екатерины Второй. И уже в конце 18 века рецепты мороженого стали печатать в переводных и отечественных кулинарных трудах. Но в ту пору это удовольствие было страшно далеко от народа. Мороженое считалось барской, заморской забавой. После войны с Наполеоном мороженое в России чуть прибавило в популярности. Его рецепты и технологии явились одним из военных трофеев. Однако по-прежнему оно оставалось лакомством элиты. Вот замечательная сценка из романа «Война и мир» Льва Толстого. Дети в семействе Ростовых спорят, что будет на десерт. И Наташа вызывается это разузнать. «Мама, а какое пирожное будет?» «Еще решительнее, не срываясь», – прозвучал голосок Наташи. «Мама, что пирожное будет?» – закричала Наташа уже смело. «Вот и спросила», – прошептала Наташа маленькому брату и Пьеру. «Мороженое только тебе не дадут», – сказала Мария Дмитриевна. «Мария Дмитриевна, какое мороженое? Я сливочное не люблю. Морковное. Нет, какое, Мария Дмитриевна, какое!» – почти кричала она. «Я хочу знать». Наташа отстала только тогда, когда ей сказали, что будет ананасным. Здесь необходим небольшой комментарий. Во-первых, выражение «на пирожное» означало «на десерт». Во-вторых, морковное мороженое – это шутка, которую детишки Ростовых сразу распознали. Мороженое любили подавать на так называемых «бальшампетах» – в деревянских балах с танцами на открытом воздухе. Но это лакомство становилось неотъемлемой приметой и городских балов. Утомленный нравами светской черни Пушкин уныло замечал, что на балах можно дремать да жрать мороженое. Лермонтов очень даже жаловал сей продукт. К его столу божественный лед подавали почти ежедневно. А в лермонтовской драме «Маскарад» Арбенин подмешивает отраву именно в мороженое своей жены. Раблезианским по своему размаху любителем мороженого был граф Юлий Помпеевич Литта, посланник Мальтийского ордена, а затем и член Государственного совета. Когда почтенный граф в 1839 году уже готовился покинуть земную юдоль, он совершенно спокойно приказал подать себе в спальню изготовленную серебряную форму мороженого в 10 порций и сказал «Еще вопрос, можно ли мне будет там, в горних, лакомиться мороженым?» Покончив с мороженым, граф закрыл глаза и перекрестился, произнеся уже шепотом. Сальватор отличился на славу в последний раз и перешел в лучшие из миров, где он не знал, найдет ли мороженое. Об этом пишет замечательный историк русской старины Михаил Иванович Пыляев. Кстати, здесь также нужен краткий комментарий. Сальватор в устах умирающего католика Литты – это не спаситель на латыни, а Сальватори – известнейший итальянский кондитер в Петербурге, у которого заказывали мороженое и конфекты. Как же готовили мороженое в России 19 века? Для этого использовали мороженницу Вильяма Фуллера, запатентованную в 1853 году. Представляла собой она жестяную коробку, которая находилась в сосуде с двойными стенками. Между стенками помещали соль и лед, а смесь для лакомства закладывали в саму коробку, а потом ее 15 минут крутили при помощи специальной ручки по вертикальной оси. Затем мороженое перемешивали лопаткой и вновь вращали до загустения. Практиковались и другие устройства для приготовления мороженого, но все это были домашние способы. А вот механизация этого процесса началась с изобретения купцом второй гильдии, швейцарцем Иоганном Люцием Излером в 1845 году машины для промышленного производства мороженого. В результате Излер стал первым массовым изготовителем мороженого в России. Он открыл ряд кондитерских заведений, в которых посетителей поражал невиданный ранний ассортимент. Мороженое ванильное, ореховое, шоколадное, кофейное, чайное, ягодное всех видов, фисташковое, априкосовое, ананасовое, персиковое, барбарисное, также крем-бруле, мороженое флердоранж, моренго, пуншевое, крем-рояль, кафе-гляссе, ну и так далее. Заметим, что то было мороженое совершенно натуральными фруктами и другими ингредиентами, а не ароматизированное добавками со вкусом идентичным натуральным. Как у нас сейчас. Во второй половине 19-го столетия на улицах крупных российских городов появились мороженщики с криками «Сахарно морожено!». Сезон продаж начинался с Пасхи. В Москве мороженщиками работали, как правило, тверяне, а в Питере – ярославцы. О разносчиках мороженого осталось очень много упоминаний и воспоминаний. И почти во всех этих рассказах звучат традиционные позывные. «Морожено! Сливочно-фисташково-лимонно морожено!». Вот, например, замечательная рассказа о революционном питерском детстве театрального художника Михаила Александровича Григорьева. «Морожено! Сливочно-морожено! Отличное! Клубничное! Земляничное! Морожено!» – кричал торговец, въезжая во двор с расписным ящиком на ручной тележке. Тележка голубая, светло-зеленая, оранжевая, светло-охренная, словом, цветная. На ней темной краской на боках написано «Мороженое». А иногда выведена и фамилия владельца. Сам мороженщик ходил в цветной рубахе и в белом переднике. Крышка открывалась. Спереди маленькое отделение, где лежат нарезанные бумажки, маленькие лопаточки из щепочек, круглые, вроде бисквита в вафле, побольше и поменьше полотенца. Остальное пространство занимали высокие медные луженые банки с крышками, снабженными ручками. Банки стояли во льду. К тележке сбегались ребятишки. Ручонка протягивала денежку. Тебе какого, спрашивал торговец, фисташкового, шоколадного, на сколько, на три копейки, на пятачок, с вафлей. В руке у мороженщика была особая ложка. Металлическая полоска, на концах которой приделаны два полушария. Одно побольше, другое поменьше. Меньшим бралась порция на три копейки, большим на пятачок. Мороженщик снимал крышку с банки особым профессиональным жестом. Окунал ложку предварительно в банку с водой и набирал мороженое. Извлеченный из недр банки шарик, мороженщик выкладывал на бумажку, втыкал в него деревянную лопаточку и подавал покупателю. Если тот желал мороженое с вафлей, то шарик лался между двумя вафлями. Реже мороженщик держал свой товар в лоханке со льдом, который носил на голове. Итак, к началу 20 века мороженое в России стало доступно всем желающим. По крайней мере, в столицах Петербурга и Москве, а также в крупных городах империи. Но не только в повседневном быту той поры прочно закрепилось это ледяное лакомство. Мороженое воспела и поэтическая культура русского серебряного века. Одним из перлов того времени стало стихотворение «Мороженое из сирени» короля поэтов Игоря Северянина. Начиналось оно так. «Мороженое из сирени, мороженое из сирени, Пол порции десять копеек, четыре копейки буша. Сударшни, судари, надаль, недорого, можно без прейни. Поешь деликатного, площадь, придется товар по душе». Говорят, что в Одессе некто из поклонников Игоря Северянина решил, как говорят, приколоться и заказал в кафе это самое мороженое из сирени. На что официант, не моргнув глазом, ответил «Уже закончилось». Эх, Одесса! А вот «Лебединая песня» русскому мороженому была пропета Осипом Мандельштамом в 1914 году. Послушаем ее напоследок. Мороженое, солнце, воздушный бисквит, прозрачный стакан с ледяною водою и в мир шоколада с румяной зарею в молочные Альпы. Мечта не летит, но ложечкой звякнув, мильно глядеть и в тесные беседки средь пыльных акаций принять благосклонно от булочных граций в затейливой чашечке хрупкой снеть. Подруга шарманки появится вдруг бордячего ледника, пестрая крышка. И с жадным вниманием смотрит мальчишка в чудесного холода полный сундук. И боги не ведают, что он возьмет. Алмазные сливки или вафлю с начинкой. Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой, сверкая на солнце божественный лед. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok